Дружба, добратство дороже всякого богатства. Так считают Альмир и Максим. Самарские студенты познакомились, когда жили в Сибири. Климат там суровый, поэтому снимать перчатки при встрече, чтобы поздороваться, не вариант, говорит Альмир. Однако друг нашел выход из ситуации. Предложил нестандартный, но веселый способ приветствовать друг друга. Теперь это фишка. Он меня научил вот этому приветствовать, типа, вот, можно так просто ногами поприветствовать, и все, и мы с тех пор так и здороваемся. Буквально вот дня два назад мы стоим, так же приветствуемся, вот встретились мы с ним, и рядом стояли прохожие, мужчины, и они такие, блин, пацаны, а это что это такое, что это было? Мы такие, это наши приветствия, они такие, да, серьезно, мы такие, да, мы типа в Сибири, так, они такие, а, понятно, типа, и, ну, им было очень интересно. Максим говорит, вариантов приветствий среди мужчин масса, а зная язык тела, можно легко прочитать собеседника, как открытую книгу. Кто-то идет вот сразу с вытянутой рукой, вы там встречаетесь, где-то вот между вами километра два, и он уже, он уже приготовил, он уже заряжен, он уже сразу вот, он идет, 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 и вот пока вот вы не сойдетесь. Кто-то может вообще, ну, так, вот так вот поздороваться, кто-то может, кто-то даже есть такие люди, которые бьют со всей силы вот так вот, типа, вот, но самая фишечка вот этого приветствия, это вот этот шлепок. Если вот этот звук, он достигнут, то это все, это вообще межгалактический коннекс с человеком. А вот студенты Иван и Жанна здороваются локтями, рассказывают, такая традиция зародилась в период пандемии. Он был такой локальной шуткой, а сейчас уже он стал таким в обиходе нашим. Это стало что-то большее. Ну, наверное, в более дружеской обстановке мы вот именно так здороваемся, а так, в принципе, как сказать, немножко официально. Более стабильно, обычно, там, обнялись, зарубь с кем-то поздравить, а вот внутри там нашей компании, внутри друг друга мы именно вот так. 21 ноября в России и других странах отмечают Всемирный день приветствий. Основная задача праздника – напомнить о важности личного общения и приветствий. Ведь первое впечатление невозможно произвести дважды, как говорила великая Коко Шанель. Самое важное – это зрительный контакт. Когда вы смотрите в глаза, вы уверены в себе и располагаете в человека. Вы искренне интересуетесь им, но важно не переусердствовать. Если вы будете долго, продолжительно и настойчиво смотреть человеку в глаза, он может воспринять это как давление и даже агрессию. Также специалист советует не бояться жестикулировать во время разговора. Это придает оратору уверенности. Однако тут главное – не переборщить. И откажитесь от закрытых поз, скрещенных рук и ног, взгляда из-под лобья, сутулых плеч. Так будет намного проще расположить к себе человека. И, конечно, улыбайтесь. Главное – делать это искренне. И собеседник обязательно ответит вам тем же. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok